Девушки отдыхают У нас вся семья страдает от ожирения. Если мы не изменимся, кто-нибудь может умереть. Эта семья убивает себя перееданием. Без операции они могут погибнуть. Мы с Дрю и Шитокой думаем насчёт операции, но нам очень страшно. Я три года не выходила из дома. Мне грустно и стыдно. Во что превратилась моя жизнь? Я переживаю за вас. Под угрозой ваша жизнь. Семья весом в тонну Боже, спасибо тебе за всю благодать, которая снизошла на нашу семью. Мы просим тебя уберечь Беверли, пока ей делают операцию. Боже, помоги врачам. Направь их руки, чтобы всё прошло, как положено. Прошу, Господи. Убереги её от бед и опасностей. Боже, позволь ей очнуться, как ни в чём не бывало. Мы просим тебя помочь ей и всем нам. Аминь. Аминь. Я сильно нервничаю насчёт мамы, ведь я следующая. Меня зовут Наоми Андерсон. Сегодня моей маме Беверли делают операцию по резекции желудка. Вся семья, включая моего кузена Дрю, пришла её поддержать. Двоюродная сестра Шитока осталась дома. Из-за ожирения она прикована к постели, и поэтому не смогла приехать в больницу. Жаль, что ты не с нами. Да, я так хотела приехать. Мама решилась на операцию ради своей семьи. Всем нам пора похудеть, и она хочет подать пример. Она очень смелая. Подтолкнула и меня. Я заметил, что после такой операции люди страдают, потому что не могут насладиться едой, как любили прежде. Есть со вкусом. Так и с нами будет. Если любил посмаковать ребрышки, теперь уже нет. Восполнить эту потерю нечем, и многие впадают в депрессию. Дрю Стюарт, 42 года. Меня зовут Эндрю Эл Стюарт. Мне 42 года. Я уже много лет не вставал на весы. Надеюсь, вешу меньше 300 килограммов. Я не хочу оставаться таким толстым. Иногда кажется, что на мне костюм толстяка. Как будто я надел его и застегнул. Так хочется снять и снова стать нормальным. Это болезнь. Мне больно ходить, но я продолжаю двигаться, потому что не хочу быть прикованным к постели. А это вполне реальная угроза. У меня нет выбора. Я должен двигаться. От меня зависят другие люди. Я живу с мамой. Она не может ходить. Я за ней ухаживаю. Мама, ужин готов. Давай на кусочки поделю. Аппетитно. Спасибо. Вот так. Держишь? Да. Я буду о ней заботиться. Не могу же просто сдать ее в дом престарелых. Но, похоже, о самом себе я совсем забыл. Я был обычным ребенком. Катался на велосипеде, плавал, бегал с друзьями. В баскетбол играл, часто гулял. В третьем классе хотел стать музыкантом. В старшей школе был спортсменом. Занимался в футбол, играл. После тренировки шел домой, а вечером еще и в баскетбол играл. Я даже не думал о том, что я ем, потому что сжигал все лишнее за счет физической активности. А когда мы переехали в Атланту, моя мама заболела. Так я и начал набирать вес. Носил 46 размер. Потом 48 и 50. Становился все толще, сам того не замечая. Если бы понял, наверняка бы попытался что-то изменить. Наверное. Пройдемся по магазинам? Немного. Стелла – моя двоюродная сестра. Помогает мне время от времени. Я работаю с Дрю уже почти год. Лишний вес ему очень мешает. Все? Я не скажу, что еда помогает мне подавить стресс или что-то еще. Легче мне от нее не становится. Но у меня с ней особые отношения. Я продолжаю есть, даже когда не голоден. Чипсы и газировка. Обычно я выпиваю 2 литра газировки в день. Снова дозу покупаешь? К утру ничего не остается. Я ем булочки, конфеты, фастфуд и так далее. Четыре раза в неделю захожу в кафе. Я же сюда не влезу. Может, подвинем? Такой вес – это болезнь. Вот так. Конечно, я хочу похудеть. Я слишком много ем. Но не думаю, что у меня есть зависимость от еды. И я пролезу. Сел? Да. Тетя Беверли согласилась на операцию. И теперь я тоже подумываю над этим. Потому что сейчас я – это не я. Это не мой вес. Уже полтора часа прошло. Наверное, скоро закончит. Скоро. Да, вот-вот закончит. Доктор Проктор! Привет. Как моя мама? Привет. Всё хорошо. Мы закончили. Она в послеоперационной. Завтра начнём с жидкой пищи. Если сильной боли и тошноты не будет, и она сможет встать на ноги, мы отправим её домой. Да. Ну всё, пока. Шитока Лайт, 49 лет. Я в тюрьме своей плоти. Три года не выходила из дома. Всё началось с того, что мне стало больно ходить, носить на себе столько веса. Когда уже не могла выходить из комнаты, поняла, что ситуация тревожная. Я всё с этой постели делаю. Расставила повсюду зеркала, чтобы видеть весь дом в отражении. Ещё у меня камеры и мониторы. Я вижу всё, что творится у меня в доме. Туалет всего в паре метров от кровати. Я могу дойти до него. Но даже эти несколько шагов даются мне с трудом. На суставы давит огромный вес, ведь скелет у меня, как у обычного человека. Просто я несу на себе вес четырёх или пяти человек. Мне больно. Не думала, что буду так жить. Я не всегда была толстой. В детстве вес у меня был обычный. Наверное, примерно до четвёртого класса я совершенно ничем не выделялась на фоне сверстников. Когда дети мечтают о том, кем они станут, никто не говорит «я хочу быть толстяком». Никто о таком не мечтает, не планирует потолстеть. Когда лишний вес стал причинять боль и мешать ходить, я должна была сказать «пора худеть». Но я решила, что не буду подниматься по ступеням, начну парковаться ближе. Куплю машину побольше. Я самый толстый член семьи, и перед операцией мне о многом нужно поразмыслить. Мама, ещё что-нибудь нужно? Сабин, моя сестра, лучшая подруга и одна из самых важных людей в моей жизни. Из-за моего веса ей приходится выполнять мои поручения вне дома. Она даже ходит по магазинам вместо меня. Шитока знает, что можно, а что нельзя писать в списке продуктов. Я не куплю то, что ей запрещено. Такие продукты я называю контрабандой. Подожди, тётя звонит. Алло. Алло. Две пачки чипсов за 7 долларов покупать? Да, со сметаной и луком и соусом барбекю. Её слабость – картофельные чипсы и мороженое. Многие говорят, что любят есть, но это неправда, ведь они едят очень быстро. А я люблю насладиться вкусом. Люблю поесть. Держи. Сестра знает меня лучше всех. Я прислушиваюсь к её мнению во всём, включая операцию по снижению веса. Ты знаешь, что я думаю. Да. Я сомневаюсь. Я против операции в основном, потому что она очень рискованная, безопаснее будет похудеть естественным образом. Не знаю. Я не уверена. Не запачкаться бы. Мне кажется, что лучше сбросить вес другими способами. Ты столько лет его набирала, а теперь хочешь быстро похудеть. Сама знаешь, сколько раз я у врачей была. Мне нужно что-то радикальное. Решение серьёзное, это точно. Да. Нужно обдумать как следует. С моим весом всё рискованно. Могут быть осложнения, такие, что вся жизнь изменится. Лично я бы не стала так рисковать. Естественно, я боюсь потерять сестру. Не хочу, чтобы она умерла, пытаясь похудеть. Ведь есть и другие способы. Весь кетчуп вылью. Ничего не пропадёт. Больше всего я боюсь, что во время операции что-то пойдёт не так. Может быть. Мне никогда не делали никаких операций. Я очень не хочу ложиться под нож. Но если откажусь, рано или поздно мой вес меня убьёт. Если соглашусь, могу умереть прямо в операционной. Один врач заявил, что я не доживу до 40. Так и сказал. Я постоянно думаю о смерти. Иногда кажется, что мне немного осталось. Впереди у меня только смерть. Семья весом в тонну 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 Семья весом в тонну